Я закрыв ротяку и просто споглядаю и дивлюсь, потому что у нас сегодня выглядит очень секси ход. Анна Буткевич, студии нашего радио, доброе утро. Доброе утро, очень приятно. Да снимай того пижака, да что ты там? Да нет, да нет, садись еще утро, подожди. Слушай, сделайте артиста погромче, пожалуйста, чтобы хорошо было слышно. Анна Буткевич, каждый раз, каждый раз, я вот думаю, в чем же она сегодня, да, в чем же она сегодня, с чем она сегодня придет и в чем она сегодня придет. Я никогда у тебя не интересовалась, не спрашивала, я понимаю, что ты такая женщина дорогая, девушка дорогая, вот, можешь сейчас озвучить, сколько денег на тебе, не называя бренды. Ты что, я же вообще не шарю, ни в одном названии бренда могу опозориться назвать Дольче Габбана Равентой или еще чем-то. Нет, без брендов, без брендов, что почем, вот туфли, например. Понимаешь, когда есть подруга, послушай, когда есть подруга стилист, ты вообще не понимаешь, я иногда у нее спрашиваю, это какой бренд, она говорит, Аня, ну, мне стыдно тебе сказать, но это 20 долларов. 20 долларов, а выглядая? А потому что подруга стилист. Потому что подруга стилист. Ладно, тут отмазались, окей. Нет, отмазывались, я не скажу тебе. Хорошо, давай тогда расскажи, с чем ты к нам пришла, что в этом роскошном пакете? Вкусненькое, очень неправильное, но иногда надо, надо себя побаловать, девочки, надо порадовать. Юр, что значит иногда ты просто? То есть ты понял, да, девочки надо побаловать, то есть тебе, то, что есть в пакете, не достается. Нет, я про мальчиков не говорила, потому что мальчики могут себя радовать всегда, у них есть тестостерон, а у нас, к сожалению, его очень мало. К сожалению или к радости? К сожалению, мы же тогда худели бы быстрее. Вот это да, было бы неплохо. Давай, то, что он в меня есть, как бы что-то не решает особо, знаешь, как бы. Это тебе так кажется. Так, значит, ты пришла к нам с песней в прошлом времени, ее название «Хотела». Да. Да. А что ж так, почему не… Чё не хотела бы? Хочешь? Можно да? Или хочу? Главное, что эта песня, это как тизер к фильму, который будет 21 октября. Аня Баткейджи у нас актриса. Да. В главной роли снялась в фильме вместе с Дзидзю. Горничная я. Горничная я. С такой гордостью говоришь об этом? Редко. А ты любительница вообще вот этих вот… Ролевых игр? Да, очень. Ролевых игр. Я страшно люблю перевоплощаться. Мне страшно нравится быть не собой. Но мы сейчас же говорим… Подожди, мы сейчас же говорим не о кино. Ты залезла на мое поле, Алена. Секундочку. Юра, ты сам сказал. Ролевые игры. Да. Если есть тестостерон, это не показатель. Удправление. Три улюбленных образа Анны Буткевича. Медсестра, горничная и женщина-кошка. А у тебя есть? И просто и в ЖЕ костюм. У меня все есть в машине. Я вожу с собой. Я везде тебя видела. Ну, то есть видела тебя уже в этих нарядах, этих образах. Вы же спросили, я же ответила. Окей, хорошо. Дуже прямо все. Песня хотела, песня хотела, про нее давай расскажем, послушаем ее, давай премьерить. Да, песня крутая, говорю всем девочкам, которые мечтают, может кто-то не умеет мечтать, я рекомендую научиться. Можете смотреть уже сейчас на YouTube канале, есть этот клип. Там тоже три образа, но не те, о которых мы говорили сейчас. Горничная. А, горничная есть. Горничная, да. Горничная есть. Которая мечтает быть голливудской звездой. И у нее получилось? А вот это в конце фильма вы узнаете. Ага. Хотела, хотела, получила. У меня как бы вот так напрашивается. Да. Сразу рихма. 21 октября вы узнаете, что же творит Рита в кино. Динамики. Наш в радио. С премьерой песни хотела. Да. В эфире. Так, давай поговорим про клип. Значит, мы уже выяснили, что там есть образ горничной. Да. Есть еще два образа. Секси-пекси. Дива. Кто создает тебе вот эти вот красивенные образы твои для видеоклипов? Тот же стилист, который одевает тебя в жизни. Твоя подружка. Очень-очень важно, чтобы человек, который помогает, точно так же любил то, чем я занимаюсь. Это безумно важно, потому что вообще в принципе сам по себе артист, он не может существовать. Нужна команда, нужны люди, которые за тебя переживают, придумывают креатив, помогают тебе как-то. Нужно уметь дружить, нужно уметь любить людей. Слушай, у нас вот в студию, когда ты приходишь, да, везде на каких-то тусовках, шоу-бизнесовых, ты, конечно, с иголочки одета, всегда потрясающе выглядишь. А Анна Буткевич дома, в домашних. Вот я тебе представляю вот в этих тапочках с пушком. Мне почему-то кажется, что тебе комфортно в этом образе. Что-то такое, сексапильная, какой-то халатик, легенький такой, вот прям струящийся, не знаю, шелковый-нешелковый, какие-то кружева, да? Прям-прямо готовишь мне уже рекламу. Я подсматриваю просто, все нормально. А-а-а, да. Слежу за тобой. Да, 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 я такое люблю. Черник нос без веноков. Да, мне очень нравятся длинные шелковые халаты. Прям очень. Юр. Шо, мне все подобается? Вы подобны. Вы говорите, мне прям вау, в ухо просто. Я расспрашиваю, выпытываю про сексапильный. Да, да, я слухаю, я слухаю. И вытираю слюнки, все нормально. Слушай, очень много интересного будет в фильме. Давай про него поговорим. Вот я прям вот, прям вот, столько всего навыдумывали, напридумывали. 21 октября, друзья, готовьтесь. Ну, где-то я даже буду, наверное, прятаться, прятаться за кого-то, смущаться, краснеть, может быть. Ну, я себе позволяла больше, чем я могу себе позволить в жизни. А сексуальные сцены были? Да. Поцелуи были? Да. Прямо секс, прям как секс, ну, как взрослое кино? Нет. Стоп, ты здесь в кадре целовалась? Ну, что-то много вопросов. Это неинтересно будет. У меня там два чувака, и я определиться не могу. Ты понимаешь, как это интересно? А, в церкви, да, правильно? Ну, зачем ты? Он зачем ты это делаешь? Дивись, клип на песню «Хотела» начинается в том самом образе Риты, в яком ты сделалась в фильме. Режиссер клипа, это власный режиссер фильма «Таран-дронь». Прекрасный человек просто. Тараса, привет тебе. Да. Во время съемок было не клип, давай сейчас про фильм, дожмем все-таки тему. Во время съемок фильма самое некомфортное. Потому что говорить о том, что «Боже, мы снали такой классный фильм, все пойдут в кино, да, некомфортно». Я тебе скажу, я тебе скажу, все очень просто. Я прыгала в какашки. Прыгала в чьи? Цемуляр? Декларация? Я не знаю, чьи они были, но я прыгала в сточные воды. И там были какашки. А чё вы на уволе процедуете? А чё такая тишина? А чё без радости? А чё ты так... И там вытатка над хнем, на токкань. А знаешь почему? Потому что перед я должна прыгнуть с вышки. И я не видела дна. Поверь. Для блондинки. С длинными ногами. Это страшно. Какая сейчас самая реклама прозвучала в эфир на шоу? Для блондинки. Я просто подумала, что я буду с короткими после того, как я прыгну. Капец просто. И одна не видела. Все приключения ваши мы посмотрим в кино уже с 21 октября в кинотеатрах Украины. Будет до премьерный показ наверняка, где будут присутствовать все селебрити, большие звезды. Пока неизвестна дата и где это будет проходить. Понятно. Но мы очень хотим. Окей, хорошо. Спасибо тебе большое, что пришла к нам. Спасибо за угощение, которое к нам принесла. Прекрасное завершение нашей рабочей недели. Спасибо вам. Вриваемся у вихедни. Анна Буткевич, мы так же будем прощаться. Боже, какое то счастье. Пятый, это все шикарные вихеды. Слепанка, ура!